Команда «Медиа-школа Фокус» за здоровый образ жизни и за спорт. Именно поэтому мы пришли на вторую встречу болельщиков. На встречу сегодня пришли хоккеисты, хоккейная команда «Локомотив». А именно Кирилл, Эмиль и Владислав. Если думать, что это хоккей, это больно или что-то весело и интересно, самое главное не терять энтузиазм и заниматься этим. Каждый день, когда приходите на стадион, нужно не думать, что это работа, или чтобы там денег заработать, нужно быть счастливыми на стадионе. По статистике, 70% хоккеистов в мире всех хотя бы по одному сумму всегда теряли за свою карьеру. Хотя бы паспорт. Вам, когда кричат кричанки, хлопают, вам это ничего не мешает? Поэтому надо кричать так, как мы сейчас. Прямо везде на кондатах. Как вы помните свои тренировки в совсем юном возрасте? Все ли у вас получалось? Или вас все-таки заставляли родители? Ну, конечно, много не получалось. И родители заставляли. И помню, были смешные моменты, когда мы с братом, с вами, который тоже занимается хоккеем, играет в «Динамо», сейчас мы в детстве бегали за папиной машиной. Он нас высаживал, и мы бежали за ним за машиной, получается, около 3-4 километров. Поэтому тоже заставлял. Когда мы были маленькие, еще не понимали, насколько важно хорошо заниматься, тренироваться. Поэтому без родительского плеча и без их поддержки ничего бы, конечно, не получилось. И они многое в нас вложили. Почему вы захотели именно 71-й номер? Ну, потому что цифры 7 и 1 постоянно у меня идут со мной вместе по жизни. Вашли ли в хоккее рост? Я думаю, что это не так важно, потому что в хоккее достаточно примеров игроков с маленьким ростом, которые успешно выступают на уровне КХЛ и также НХЛ. Как вы думаете, что нужно юным хоккеистам, чтобы они стали как вы? Ну, во-первых, хочу пожелать здоровья, удачи и трудолюбия. Кто у вас самый лучший игрок в команде? Мы все друзья и поддерживаем себя друг к другу, то есть мы никого не уделяем никогда. На всех ваших играх вас поддерживает группа Грация. Отвлекает ли она вас? Да нет, не отвлекает. И это больше создано для зрителей, чтобы зрители на них смотрели, а не веселили их. Регулярный чемпионат вы начинали очень хорошо, а в плей-офф даже не дошли до второй финала. Скажите причину этому. Сложно говорить. Это довольно обидное поражение было для нас и вообще для болельщиков, для города. Сейчас самое главное сделать из этого выводы, продолжать тренироваться, чтобы в следующем сезоне быть во всеоружии и забраться как можно выше. Как вам удается перемещать учебу и спорт? Довольно сложно с нашим графиком игр и всех переездок, тренировок, но все равно нужно находить время, а также и на школу, и на университет, чтобы приходить даже заочно, можно сказать, уже по вечерам сдавать все предметы или в выходные дни также приходить, потому что учеба очень важна вообще не только для хоккеиста, а вообще для каждого человека. Какие у вас были ощущения, когда вы забили свою первую шайбу? Такие эмоции, которые не передать, это и радость, и восторг, и просто хочется скинуть руками, кричать. Здорово на самом деле. И ты знаешь, что ты помогаешь команде. Потом есть такая традиция, хоккеисты всегда забирают с собой первую шайбу на память, и она у меня также лежит дома у родителей, подписанная. Какие планы у команды на будущее? Ну, в самое ближайшее время мы сейчас поддерживаем молодежную команду, «ЛОКО», которая выступает в молодежной хоккейной лиге. В молодежной хоккейной лиге «Б» выступает команда «ЛОКО Б», «ЛОКО ЮНИВОР». Они играют свои игры на вылет. Затем команда, все команды будут тренироваться до середины апреля, после чего будут распущены в отпуск, и летом снова соберутся, где-то в начале июля, на общий тренировочный сбор и будут готовиться к следующему сезону. Это уже вторая встреча болельщиков со спортсменами. Вам приятны результаты? Да, конечно. Если на сегодняшнюю встречу пришло больше 60 человек, значит, правильно, что мы делаем, в каком направлении идем, и этот формат, я думаю, востребуем. Будем дальше продолжать, менять виды спорта, а потом мы можем возвращаться к таким встречам с хоккеистами. У нас будут баскетболисты, хоккеисты, дальше будем менять футбол и волейбол. Так что будет очень много интересного. Приходите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!